Февральскую пленарку краевого парламента, взглянув на повестку, определенно можно назвать ключевой сразу по нескольким направлениям. Еще до первого перерыва народным избранникам необходимо было внести изменения в принятый перед Новым годом бюджет региона. Причина – возможность получения регионом 430 миллионов рублей из федерального бюджета на решение проблем благоустройства. При условии «Слекрай» гарантируется финансирование в размере 342 миллионов. Сегодня правительство продемонстрировало свои возможности изыскать эти средства и внесло поправки в закон о бюджете. Средства были извлечены из уставных капиталов акционерных обществ, которые не смогли ими воспользоваться в тех целях, которые были предписаны законодательством. Поэтому больших изменений мы в бюджете не увидим, дефицит не изменится и сбалансированность бюджета будет сохранена. Еще накануне пленарки на заседании промышленного комитета ЗАГСобрания краевой вице-премьер Ольга Антипина обозначила другие источники, за счет которых без ущерба для расходной статьи принятого бюджета можно было влиться в федеральный проект. Это дополнительные поступления от ПСЖК, которые в этом году в бюджете не предусмотрены в качестве доходов. Это освободившиеся средства на создание лизингового фонда и уже запланированные в бюджете средства на благоустройство поселений, которые посредством внесения изменений в бюджет необходимо было бы выделить в отдельную целевую статью. Впрочем, правительство прислушалось к мнению депутатского корпуса и изыскало деньги из акционерных обществ. В итоге удалось общую сумму выделяемых для благоустройства денег приблизить к миллиарду. В целом мы исходим из того, что, учитывая средства муниципалитетов, около 1 миллиарда рублей пойдет на благоустройство городских территорий и наших парков. И в том числе мы обращаем внимание, внося изменения в закон о бюджетном процессе, что те дотации, которые будут направлены сегодня на территории, носят исключительно целевой характер. То есть, если раньше была возможность трактовать их использование так, как возможно придет в голову, то сегодня целевое использование этих дотаций очень четко определено теми изменениями, которые прошли в федеральном законодательстве, ну и соответственно будут в нашем региональном законодательстве. Субсидии будут распределяться по заявкам территории с учетом уровня бюджетной обеспеченности каждого из муниципальных образований, а также количество расположенных на территории каждого конкретного города или района многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта. В программе по формированию современной городской среды в 2017 году смогут принять участие населенные пункты с численностью населения свыше 1 тысячи человек, в их числе городские округа, районные центры, которые участвуют в краткосрочном плане капремонта, а также моногорода. Есть 11 приоритетных направлений развития, которые определены федеральным правительством, и основная сейчас сумма поступила на благоустройство придомовых территорий. Но есть еще проекты, связанные с культурными направлениями, с библиотеками, с развитием клубной системы в муниципальных образованиях. Я думаю, что это начало той большой работы, которую федеральное правительство будет вести совместно с регионами. Помимо благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, проект предусматривает самое активное участие граждан в выборе знаковых мест для благоустройства, а также общественное обсуждение при выборе видов работ, которые будут проводиться на придомовой территории. В паспорте приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» отмечается, что крайне важно вовлечь в деятельность по благоустройству на местном уровне непосредственно граждан и бизнес, в том числе путем поощрения проектов, которые были определены жителями территорий. Тем самым будет создаваться система вовлечения в процесс благоустройства и эффективного объединения усилий власти, граждан и бизнеса. Денег это требует небольших, но эффект получает огромный, потому что каждый житель со своим ребенком, со своим другом может прийти в парк, позаниматься спортом, подышать свежим воздухом, просто отдохнуть от напряженной суеты деловой жизни. Что касается парков, тема интересная тем, что западные ученые посчитали, что на каждый вложенный рубль в сохранении здоровья мы в последующем сэкономим 7 рублей. Восстановление этого здоровья, то есть программы здравоохранения получат экономию бюджета. Еще одним важным решением, принятым на пленарном заседании, стало внесение изменений в краевой закон о системе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах. Ранее действующая редакция предусматривала обязанность регионального оператора произвести оплату по договорам подряда за выполненные работы в течение 20 дней с момента подписания акта приема-передачи. Изменения, внесенные в закон, позволяют региональному оператору при размещении заказа на выполнение работ предусматривать иной срок оплаты по договорам, в том числе разручку платежа. На сегодняшний день есть предложения стороны подрядчиков, которые говорят, что у нас есть интересные предложения, и мы готовы ждать платеж. И вот в частности это коснулось предложения стороны лифтовиков, заводов, которые говорят, мы готовы вам сегодня установить 500 лифтов, причем мы понимаем, что это стоит порядка миллиарда рублей, при этом готовы к рассрочку платежа на три года. На сегодняшний день, по словам Виктора Плюснина, в крае порядка 30% лифтов отработали нормативный срок службы в 25 лет. А за 2015-2016 годы в рамках региональной программы капитального ремонта произведена замена 8 лифтов в многоквартирных домах. Новый порядок оплаты позволит существенно продвинуться вперед в решении этой проблемы. Я безусловно считаю, что это благо. Во-первых, мы понимаем, что лифты – это все-таки безопасность. Мы понимаем сегодня, что у нас сейчас на сегодняшний момент порядка полутора тысяч лифтов находятся в неудовательном состоянии. Эта программа, я полагаю, такая. Если мы сейчас стартанем, и мы такую возможность даем, то мы уже в этом году 500 лифтов заменим, платеж будет примерно 330 миллионов в этом году, и потом, значит, 18-й год, 19-й год. При этом мы понимаем, что зайдя в такую программу, мы и в 18-м году точно так же сможем привлечь эти же, скажем, структуры, которые нам помогут решить задачу. Уже на самой пленарке в повестку был включен важнейший, базовый, как его назвали сами народные избранники, законопроект, закладывающий основы поддержки семьи в Пермском крае. Так или иначе, каждое ведомство исполнительной власти будет отвечать за благополучие семьи по своему профилю, будь то транспортное или Министерство сельского хозяйства. Работа, начата еще предыдущим созывом, нашла свое логическое продолжение. Этим законопроектом мы заложили базовые основы, которые говорят о следующем, что какое бы ведомство на сегодняшний день не работало в органах исполнительной власти, все они с разным набором инструментов, которые у них есть, могут и должны отвечать в том числе и за благополучие семьи как таковой. Министерство сельского хозяйства. У нас есть достаточно уже серьезный опыт практически, когда семьи, живущие на селе, готовы объединиться в какие-то фермерские хозяйства, в складчину, что называется, собрать необходимый стартовый капитал. И как раз Министерство сельского хозяйства именно отвечает за это направление, чтобы помочь семье двинуться в этом направлении и создать основу для их финансового благополучия. В последнее время со стороны общества и государства все больше внимания уделяется обустройству объектов социальной инфраструктуры для обеспечения беспрепятственного доступа к ним маломобильных групп населения. Конечно, следует признать, говорят народные избранники, что на сегодняшний день мы находимся на начальном этапе создания универсальной среды. Но работа идет, и развитие этого направления деятельности в дальнейшем будет находиться под пристальным вниманием государства и общества, как того требуют международные правовые нормы, в частности, ратифицированные Российской Федерацией Конвенцией о правах инвалидов. В этой связи абсолютно обоснованными и своевременными выглядят принятые изменения и дополнения в закон об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к информации объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Доступная среда появляется в Пермском крае, и мы говорим о том, что доступная среда должна быть и должны быть доступными услуги. Не только архитектурная доступность, но и доступность услуг. Поэтому это комплекс мероприятий, которые вносятся в законодательство, и данный законопроект разрабатывался совместно с сообществом инвалидов. Общественная значимость вопросов повышения финансовой грамотности населения пока только получает должное распространение и признание. Большинство граждан все еще плохо разбираются в финансовых инструментах и не доверяют финансовой системе, имея перед собой многочисленные примеры потерь значительных денежных средств. А в условиях рыночной экономики с ее взлетами и кризисами вопросы личной финансовой безопасности приобретают жизненно важное значение практически для каждого человека. Тема повышения финансовой грамотности населения, она очень актуальна, потому что довольно часто мы с вами слышим, видим скандалы, связанные с финансовыми пирамидами, обманутыми вкладчиками, которые обманулись именно в силу финансовой безграмотности. С другой стороны, есть еще особый слой – это молодежь, которая тоже нуждается в повышении финансовой грамотности по самым разным вопросам, связанным, например, с бюджетом. Что выбрать – ипотеку или аренду квартиры? Понимая важность темы, народные избранники направили в Координационный совет по повышению бюджетной и финансовой грамотности населения самых опытных своих представителей. Первого вице-спикера Игоря Попкова, который курирует в ЗАГСобрании бюджетные и промышленно-экономические комитеты, и председателя Комитета по социальной политике Сергея Клепцина. В целом, отмечают народные избранники, февральское заседание Краевого парламента прошло более чем продуктивно. Помимо перечисленных, был принят еще ряд значимых законопроектов, которые позволят региону держаться стабильно в нестабильных социально-экономических реалиях.